Локтями не работаем вообще, ни в корпус, ни в голову. Коленями работаем только по корпусу. Слэмы выше пояса не делаем, пятки крутить также запрещено. Руки пожали по углам. Победа Алексея Будрина из клуба арты буквально взорвала аплодисментами зрительские трибуны импровизированного амфитеатра. Все три раунда поединка, а в Панкратионе есть и ударка, и борьба, получили зрелищными и динамичными, как, впрочем, и остальные бои турнира. Все бои интересные были, предсказуемые, но больше всего мне понравился первый раунд, кажется, четвертого боя, когда Рома Иванов дрался и саму второго, Италян дрался, друг мой. Больше всего мне понравился первый раунд в этом бою, потому что он был самым бескомпромиссным. Этот бой действительно многие зрители отметили эпитетом особенный. Настрой бойцов. Желтая карточка за тяжесть бойцу из Новомичуринска еще на взвешивание. И, как следствие, минус один перед началом поединка. Вернуть статус-кво после такой форы гость так и не сумел. Известный, пожалуй, даже легендарный боец Михаил Крабков традиционный рефери на рязанских турнирах. Он сам не раз демонстрировал красивейшие бои. Одна из его побед на турнире, где он выходил под песню «Люцифер», наделала много шума. Это старейшая дисциплина, до нашей эры. Сейчас просто обозвали другим именем. Это те же самые смешные единоборства, в которых собрано максимальное количество различных единоборств. Можно все. Минимум ограничений, максимум возможностей. То есть это, как сказал Александр Карельник, система проведения соревнований. Даже не то, что спорт. Просто система проведения соревнований. Главный бой вечера. Весовая категория до 66 килограмм. Виталий Косицын из рязанского клуба «Арта» против Егора Замараева из Владимирского подполья. Победа нашего бойца была вполне ожидаемой, но вышла достаточно натужно. Да и сам Виталий, несмотря на Викторию, своим боем остался недоволен. Большая поддержка была очень прям для меня. Это чувство. Соперник был хороший, но я недоволен своим боем вообще полностью. Я приехал со сборов, спарринговал с ребятами на три выше. Я должен был выигрывать такой человек, просто приехал срочно. Не потому, что это плохой соперник, а потому, что я на уровне вышел. Я дерусь в лиге ЕФС, в которой я подписан на меня контракт. Должен в августе и в сентябре быть год. Бой. Я покажу красивый, зрелищный бой. Пояс победителю вручил один из хедлайнеров турнира Роман Зинцов, известный в кругах причастных к миру единоборств, как легенда М1. Оба соперника были достойны друг друга, сказал он. На самом деле ребята закатили отличный бой. Да не только вот они. Закатили отличные бои все те, кто был сегодня в этом ринге. Просто молодцы и достойны самых больших боев в будущем. Спасибо тем, кто поддерживал все это и кто, кто раздавал. Для клуба спортивных единоборств «Арта» это уже девятый турнир. Спортивное сообщество города еще помнит битву за Рязань в Ледовом дворце, а также ставшие традиционными турниры под открытым небом, в частности, приуроченные ко дню физкультурника. Каждый раз на мероприятия, организованные рязанскими бойцами, собираются представители клубов из разных городов страны – из Владимира, Курска, Краснодара. Встречаем хорошо, наверное, ребят. Очень много с кем дружим. Нас связывают личные отношения. Почему бы и нет, если людям давать хорошую площадку, честное судейство и хорошие друзья будут приезжать. Частым гостем на этих турнирах стал и экс-чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Александр Поветкин. Публика встретила его овациями. Добрый вечер. Поздравляю всех с геофискультурника. Хочется поблагодарить клубу «Арту» за то, что предоставили интересные и красочные бои, которые вы сейчас увидите. Ну и занимайтесь спортом, будьте сильны. Судя по реакции зрителей и количеству собравшихся, турнир действительно удался. А тем, кто пропустил это спортивное шоу, расстраиваться не стоит. У вас еще есть шанс увидеть все своими глазами. Следующий турнир по смешанным единоборствам состоится 29 августа в районе Борок. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».